Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 710. Событие дня. Послание святого апостола Павла к евреям. 9 глава, 27 стих. Человекам положено однажды умереть, а потом суд за 22 ноября 2017 года. Ну, я оставляю на несколько событий дня вот этот ролик такой «Боль православной души». В YouTube зарядите просто «Боль православной души». Раба Божия Анастасия считает стихотворение. Девочка 6 лет. О положении в церкви. Мне это дорого. Леня Якопчук, это из 50-ников, из Америки пишет. Слушайте, как он пишет сегодня. «От 50-ник. Очень благодарен. Смотрю, благодаря вам, Великую Отечественную войну, день за днем. 96 серий. Очень поучительно. Также начал смотреть у Осипова Алексея Ильича. Спаси Христос!» Слова-то какие. Спасибо там было. Все. Вот интересно. У меня жена, говорит, православная. Теперь ночью вышла на меня Самира Тагеева. Мусульманка эта, жена Мулы. «Мира вам и долгие лета, дорогой отец Игнатий! Мои любезные и душевные пожелания добра и радости всей прекрасной вашей общине. Помним вас и любим. Мира вам!» Вот тебе, мусульмане. Мусульманка. Жена Мулы. Я пишу ей. «Мы ежедневно молимся о вас. Можем поговорить по скайпу». А теперь пишет Ревка. Это Ревекка. Вот этот, который поет, ходит по горам-то. Вот Симеон-то. Я сказал, это какая-то новая секта. Потому что они больше всего подходят к иудеям мессианским. Или новообразовавшиеся какая-то отщепенцы. «Мир вам, Игнатий Тихонович». Она на Украине. «Как и ожидалось, Симон Харольский, прочитав мое сообщение, ничего не ответил. Но вот одну из песен на английском языке он поет с одной семьей. Показывает. Я их давно видел в Ютубе. Думал о иудее. Но оказались христианами. Многие думают, что они амиши. Это подвесараверов. Или минониты. Хотя очень похожи. Но они по-доброму говорят, что не относятся ни к кому. Вот тебе тут и Андрусенко, и всем. Ни к кому. Но с ним они уже не сойдутся. Они стараются, стараются жить и исследовать за Христом. Жить по Библии. Они стараются. Но никому не относятся. То есть ни к церкви, никуда. Исходя из этого, они соблюдают скромность, бороду и так далее. Но он один везде. Никого больше не видно. Ни одного, нигде. Он один только себя. По горам один идет, поет и все. Такого нигде нету. И не было. Так себя и называют последователи Христа. Вот как называется. Новая ересь. Последователи Христа. Сатана скрылся под этим образом. Общины, как я поняла, у них нет. Но есть единомышленники в других городах. Да таких везде полно. Ну, довольно приятные люди. На мой взгляд, этот Симон где-то рядом с ними. Потому что и внешне похож стиль одежды и борода. И в комментариях хорошо о них отзывается. А они называют его братом. То есть какая-то там последователь Христа. Я пишу. Вот откуда эта цифра 21 тысяча разных ересей сект, динаминации, конфессии. Как грибы поганки растут на любой навозной куче. Ни священства, ни святых отцов, ни соборов, церкви вселенной. Обольщение стопроцентное дьяволам. И эти, никому не примкнувшие, сами между собой-то разница во всем диаметрально. Пишет один Дмитрий. Мир вам. Вот на иконах изображают Христа, святых. В Библии есть местописание, где говорится, не делая никакого изображения. Что наверху и что на земле внизу, не поклоняясь и не служи им. Ведь люди, которые пишут иконы, они не могут отобразить оригинал Христа или какого-нибудь святого с точностью. Слово Божье говорит, что никто не может остаться в живых, если увидит Бога. Если человек не отображает оригинал, он обманывает людей? Поясните, может, я не понимаю. Моё мнение, покуда, что все изображения не нужны, я отвечаю. Об этом я уже столько говорил, писал в книгах, что мне в упрёк ставят, что повторяю всё одно и то же. Еретики и иконоборцы считают Моисееву книгу «Исход» только до 20-й главы. А до 25-й главы за 3600 лет так и не дошли. Исход 25-18. Ну, я просто показываю, как говорит нам Слово Божие об иконах. И сделай золото двух херувимов. Сделай, а там написано, не сделай, чеканные работы. Сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимся из крышки. Сделайте херувимов на обоих краях её. И будут херувимы с распростёртыми крыльями вверх, покрывая крыльями своими крышку. А лисами своими будут друг к другу. И крышка будет крышки, крышки, крышки будут лисы херувимов. То есть, они наклонённые. Вот интересно, какое точное, абсолютное нужно делать изображение. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. То есть, заповедь. Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения о всём, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилю. Но он же Бог не сказал поклоняться. Но перед Богом можно, а Бог где, он говорит? Посреди двух херувимов-то. Я поясняю, с точностью изобразить Иисуса Христа не могут. Видеосъёмка была ещё не в ходу. Но баптисты и иные юридики всегда распространяли открытки с текстами, на которых изображён именно Христос. И никто таких слов не говорит, что он не похож на оригинал. Есть что-то в душе, которое откликается на зов Божий. В фильме поставили Иисус. И как тщательно подбирали исполнителя на этой роли? Бога в его сущности изобразить невозможно. И видеть невозможно. Я местописание привожу, что Бога, вот как он Бог. Речь об этом не идёт даже, чтобы его видеть. 1 Иоанна 4, 12. Бога никто никогда не видел. Но в яслях Филиема положен Бога-младенец, и пение радостное раздалось от ангелов. Лука 2, 14. Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение. Они воспевали Бога, может быть, миллиарды лет, и никогда не видели своего Создателя, а тут увидели. 1 Тимофея 3, 16. Вот надо знать одно местописание. Это одно только место такое. И беспрекословно, великое благочестие тайно, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. И далее, а далее это вот как раз и не могут люди считать правильно. Показал себя ангелом. Я выделил это. Показал. То есть, они его не видели никогда. Проповедан в народах, принят верою в мире, вознёсся во славе. По вдохновению святому могут изображать даже то, чего не видели. Это показано слепом или больном, который изобразил всю карту земного шара. Не следует, ну там, какой-то болезни, аутизм. Не следует узко смотреть на вещи, но объёмно представлять себе план и его исполнение. Иконы не идолы. И ими был полон храм, в котором молились апостолы и Христос. Вот когда говоришь об этом, что в храме были иконы. Да что вы придумываете, где это? Я говорю, а Христос в храм ходил? Даже этого не знают. Ходил, ходил в храм. Его принесли в храм. И он говорит, дом мой, дом молитвы. Кого он выгонял-то из храма? А, какой? Ну, Соломонов. Да иди Соломонов, я говорю. Считайте, 25 главу 2 книги Паралипоменон. Его разрушил на выхода Носар. А где он туда заходил? То есть они ничего не знают. Ничего не знают. Я говорю, где? Иезекииль, 41, 17. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене, кругом внутри и снаружи, были резные изображения. Изображение икон, греческое слово. Сделаны были херувимы и пальмы. Пальма между двумя херувимами. У каждого херувима два лица. С одной стороны, к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны, к пальме, лицо львиное. Так сделано во всем храме, кругом Исайя. То есть, так сделано было. И что? Так вот, пришел Христос в этот храм. Зарававеля в храм. Иисус, сын Ясидека, помогал. Агей об этом пишет. Сектанты вообще не знают, почему дьявол ослепил мозги. Главное, не делали никакого изображения. Не того, что вверху. Так это вверху или нет? Ну, херувимы вверху. Не того, что внизу. А в храме-то были валы, море стояло. Даже львы нечистые животные. И что? Слава нестраненного Бога наполнила храм. Священники не могли стоять. Ну, не сектанты же там были-то. Дыма напустили. Божья слава сошла. Бог принял все. Хотя любовь-то и повеления не было. Виноградной кисти там прочее. Исайя 58, 56, 7. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. В моем. Все сожжения и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем. Это православный храм. Ибо дом мой называется домом молитвы, назовется для всех народов. Матфея 21, 13. И говорил им написано. Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Ну, Христос сказал, но мы же в Новом Завете. В Новом Завете храмы нигде не строят. Ты сначала слушай, что Писание говорит. Деяние 3, 1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Куда они шли? Ну, не в сектантскую же синагогу. В храм. Он был один на всю вселенную. Деяние 2, 46. То есть это после сошествия Духа Святого. И каждый день единодушные пребывали в храме. Зачем они в храм-то ходили? И преломляли по домам хлеб. То есть принимали пищу, веселье и простоте сердца. Деяние 3, 8. И вскочив встал, и начал ходить, и вошел с ними в храм. То есть с ними они в храм пришли. Ходя и скачая, хваля Бога. Деяние 5, 20. Идите, и став в храме, говорите народу все сии слова жизни, что идти в храм, и там надо идти и учить. Кто это сказал? И они, выслушав 5, 21. Деяние, вошли утром в храм и учили. Деяние 5, 25. Пришел же некто и донес им, говоря, вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. И вот вчера с одним познакомился, Сергей Евтушенко. Он говорит, сегодня переведу деньги. Еще один вопрос, если так можно сказать. Ваших книг открытым оком очень много. Как в них можно ориентироваться, если нужна определенная тематика? Например, мне нужно о детях или о сектантах. Как найти нужную тему? Может, у вас есть содержание этих книг, записанное в одном файле или таблице? Деньги я перевел. Сразу, тут же. Я отвечаю. На нашем православном библейском сайте, справа, на первой странице, ответ на 4124 вопроса. Вопросы размещены по 55 папкам, темам. Вот там и берите свою тему. И показывай, где вот. К истине один народ.ру. Точка. Мы тут печь ремонтируем. Книги понесет курьер после обеда на главпочтамт. Сообщим номер для слежения. Сергей Евтушенко. Бог вам в помощь. Благодарю за быстрый ответ. Еще раз прошу о вашей подписи книги со стихом из Святого Писания к Истинному Православию. Простите, что привязываюсь с этим, Игнатий Тихонович. Слава Иисусу Христу. Я вам пишу. Создайте страницу в скайпе. Зайдите ко мне. И я вам там передам все книги в одном файле, 33 тома, открытым оком. Это 26 561 страница. И все стихи 3467. 4 147 страниц. В одном файле в Word это 100% шрифт и размер 16. А после можем и переговорить. Сергей Евтушенко. Скайп у меня есть. Остался занятий для ребенка. Правда, камеры не было никогда. Спрашивать мне у вас по делу, Игнатий Тихонович, почти нечего. А сидеть и говорить о себе я не люблю, да и не нужно. Это раз конкретного дела нет, и у вас время отъедать неправильно. Вот то, что вы говорите, я в 80% уже сам дошел до того, как Бог привел меня к вам. Наверное, для того, чтобы я удостоверился в этом из источника, который будет для меня абсолютно авторитетным. Когда я впервые услышал, что вы говорите, душа у меня просто затрепетала, и слезы подступили. Я просто понял, что встретил родную душу во Христе. Например, в понимании того, что воевать нельзя и вообще нельзя убивать. Меня подвигла ситуация в Украине. Я думал и вопрошал у Бога, за что нам это послано, и почему же так расходится учение в Православной Церкви со Святым Писанием. Где же оно, объединение трех народов, о котором говорили святые. И мне кажется, получил ответ. Бог просто срамит нас, тыкая носом в нашу же грязь, чтобы мы начали смотреть на себя. Попы с обоих сторон освещают пушки и благословляют на защиту Отечества, а православные с благословением убивают друг друга. Это явное безумие, и камень преткновения лежит именно в запрете христианам вообще прикасаться к оружию. Хочу вас поблагодарить за приглашение к беседе. Я с радостью ей воспользуюсь, если у меня будут достойные вопросы. В скайпе сейчас вас попробую найти и добавить. Ваши книги с удовольствием буду изучать, если вы мне их сбросите. Если вы не против, Игнатий Тихонович, буду вам сюда иногда писать. Я отвечаю, у меня на все варианты есть свои заготовки. Вот одна из них по теме. Отвечаю каждому только на один вопрос за неделю. А остальное он сможет найти в моих 4124 ответах на нашем сайте и там же в 41 книге. Если кто желает большего, то только по скайпу. Вставляйте Игнатий 10. Но сначала напишите внизу, смогу ли принять, так как приходится часто отключаться на работу. Принять могу от 4.00 до 16.00 по Москве. У нас все записывается и выставляется в интернет. Потому никаких тайн и ничего личного. Если кому наши такие условия не подходят, они таятся и боятся, то просим таких нас не беспокоить, не принимаем. Только напишите сразу, кто вы, имя, фамилия, место и чего хотели бы. Прошу не чаще, чем один раз в день заходить на страницу и вбрасывать материалы. Раздаются звуки в виде кваканья, отвлекают от работы. Не искушайтесь. Сергей Евтушенко. Да вы мне как родной, честно говоря. Я же прожил полжизни в 50 километрах от Потеряевки. Ваши родственники жили со мной в одной деревне, а я и представить не мог, что такой человек есть рядом. Это просто потрясает до глубины души. И Бог меня полного дурака все-таки вывел на вас, когда я начал искать хоть какие-то ответы своим скудным умом. Ладно, Игнатий Тихонович, не буду отвлекать вас своими соплями. Еще раз благодарю вас за все. Сердар Аташов. Игнатий Тихонович, мир вам в Господе нашем Иисусе Христе. Аллилуйя, аминь. Хотел спросить, как понимать исход? 4 глава 4, 26. Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. А там Моисей шел в Египет. Тогда сеппора, то есть жена Моисея, взяла каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, кого его с маленькой буквы, сказала, ты жених крови у меня. И отошел от него Господь. Тогда сказала она, жених крови по обрезанию. Совершенно непонятно. Кого Господь хотел умертвить его? Кого его? Кого? Выходит, сына хотел умертвить? Там речь шла о том, что погибнут первые, первородные. Видимо, первородный сын был, мы можем только догадываться, больше нигде об этом не пишется. Тогда сеппора, взяв каменный нож, другого не было, обрезала крайнюю плоть сына свою. Отсюда делают вывод, что когда нет священника, по нужде может и бабушка крестить какая-то женщина, женского пола. И бросив к ногам его, кого его? К чьим ногам? Ребенку? К ребенку к ногам бросила? Или к ногам Моисея? Там больше никого не было. И это непонятно. То есть это нельзя сказать. Ты жених крови у меня. Откуда она взяла, что жених крови у меня, когда у ней муж рядом стоит? Кто жених крови? Моисей? Он не жених, он уже муж. К сыну? Так она бы сказала, жених крови, а то у меня. То есть у меня в ее наследии. Это больше всего подходит. И отошел от него Господь. А отошел от кого от него? Ничего не понятно. Тогда сказала она, жених крови по обрезанию. То есть абсолютно ничего не понятно. И говорю, просто это место надо услышать и проходить мимо. Вот мы поразмышляли маленько. Непонятно. А толкование, если? Но на чем оно основано толкование? Оно должно подтверждаться. Ничего не написано. Из-за того, изгорячего нет в Библии, а то мы не рассуждаем. Так, проходим мимо. Не знаю. Ну, собственное мое, такие размышления я высказал. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Ваши скайп-беседы с людьми – это университетский курс по качеству и продолжительности. Для всякого христианина. Что забылось – напоминаете. Что не знаешь – освещаете. Что упускаешь – назидаете. Теперь всякий день жду новых скайп-бесед после вашего возвращения с Потеряевки. Отсутствие сих бесед в течение почти полугода летне-осеннего – пожалуй, главный дефицит на вашем канале в это время, что, впрочем, компенсируется трудами в лагере, в деревне. Самое интересное – дети, занимаясь своими делами, играясь подле, вдруг ни с того ни с сего по случаю изрекают слышанное, хотя я никогда бы не подумал, что они так восприимчивы к таким серьезным беседам, слышанным в полуха. «Храни вас Христос!» Кто-то сказал тут «хочу раскаяться перед народом». А, вот один человек. Это Роман. Внимание, послушай. Послушай просто внимательно. «Хочу покаяться перед народом». Выходит священник и кается. А в чем он может каяться? То, что рекламировал Славика Щебракульского этого, Щебракульского. Все придумали. Я сидел, все писал и все. Откуда? Ничего нету. Совершенно нету. Вышел к народу, чтобы Бог не убил. Наконец, чья-то молитва дошла. Церковное начальство там составило комиссию, все проверяли. Ничего нету. Обман. Динозавры в башке. Ребенок. Вот он стоит. Кто? Могила Вячеслава Крашенинникова на кладбище города Чебракуль. Щелябинской области. Это могилу так украсили. В интернет-соцсети ВКонтакте появилось покаянное обращение некоего Ниднего Виталия, который открыто раскаялся в создании мифа вокруг Слави Качебракульского. Вот оно, лицо его. Братья и сестры, простите меня грешного за то, что вел некоторых заблуждения посредством не только распространения, но и изготовления кинофильмов. Называется «Русский ангел-1», ну «Русский ангел-2», являясь прямым участником создания как фильма, так и последней редакции книги, заявляя вам с раскаянием, не все то, о чем вы считали и что смотрели, является правдой. Слишком многое было притянуто за уши, слишком многое явилось плодом рьяного поклонения, и как следствие этого излишним приукрашиванием, слишком многое является нелепым недоразумениями. Книга и фильм наполнены так называемыми «пророчествами» в кавычках, идейным вдохновителем, многих из которых является отец Андрей Углов. Сам Андрей – милый и добрый поп, а однако его увлечение мистицизмом, желанием чуда часто переходит в черту, за которой начинается откровенная ересь. Это наложило огромный оттенок на характер «пророчеств» в кавычках, о некоторых из которых Валентина Афанасьевна, мать Славика, начинала вспоминать только после случившегося факта. Выискивалась тема, потом задавался вопрос, не говорил ли я оттенок относительно произошедшего, и ответ был такой «Ах, да-да-да, помню-помню». Дальше вы знамя знаете, возьмите первую и последнюю книгу и увидите все сами. То есть такая разница. Из ребенка сделать святого, но она выйти из этого не может, любой еретик. Почему? Вот я знаю, каются баптисты, приходят у меня адвентисты. Кто основатель секты, не один. Вот сейчас вот ходит он, поет этот, Симон-то, посмотри, он по горам ходит везде. То есть в прекрасной обертке, такая высококачественная съемка идет. И поет песня, больше его нигде нет. Ну что? Последователи Христа. Секта уже обозначилась. Но он еще, у него никого нету. А есть сочувствующие. Почему? Всем нравится, как поет. А почему нет? Поет. Один бродит, поет. Одну песню он растянет на целых полчаса может петь. Дальше вы сами знаете. Возьмите первую и последнюю книгу, и вы увидите все сами. Увы, славика веры безоговорочно верит этому больному бреду. И я, грешный, приложил к этому руку, за что я вымаливаю прощение, горе тому, через которого приходит соблазн. Я не буду писать здесь, как переписывались, подправлялись, украшались тексты, последние книги. Скажу, все это было? Все это подлинненько и гнусно. И что интересно, я первый раз только о нем услышал, зашел к нему, помолился, и мне сразу открылась, а то фальшь, а то обман. Так вы ничего не знали? Ничего не знал. Вот этот по горам бродит, такой он приятный, с бородою, с поясом, поет песни хорошие, я сразу сказал, это или мессианские иудеи, или это ересь новая родилась. И переписка шла, и теперь все стало на место, сегодня ночью. Все, все-таки вывели его. Сейчас я дам его послушать. Подлинненько и гнусно. Увы, славиковцы думают, что я провокатор, изменник православия и так далее. Что пишу это по масонскому заказу с целью опорощить отрока. Ну, у них на масонах все. Я долго не решался писать об этих ересетворчествах, но недавно попал на сайт Москва-Третий Рим и ужаснулся тому, насколько тяжело протекает болезнь. Многие славика веры высчитывают правила, в кавычках, схима нахине Антонио об умерших младенцах, даже не пытаясь понять, что сие действия богопротивна. Однако и здесь старец, в кавычках, Рафаил, коего почитают за гуру, в этом эритическом ресурсе наставляет. Чадо, убиенные в очреве должны окреститься. И окрестят. Отец Василий там крестит. Мне говорят, вот здесь. Я говорю, а как архиерей-то? Да запрещал, бесполезно. Ну, а как надо, чтобы окреститься-то? Ну, как там рубашку взять, если какую-то детскую такую, ну, и там петуха там жареного или какого перед церковью закопать, а потом в шестом его пытаться достать. То есть, очень сложный такой путь. То, что это противоречит учению церкви, да не подвижется невежество пресвятеров крестить из скончавшихся. 26-й канон Карфагенского собора. Ну, это делают. Где? Там ни старца, ни славиковцев не смущает. Многие славиковцы заражены царем Божиим. То есть, царь Николай – искупитель. Осипа выступает, а не только с ума сошли. Да какой искупитель, когда Христос – искупитель? Да вообще. Многие уже знают имя будущего царя и время его прихода, знают дать начало войны, собрание больных, прещенных самогордостью и благосчестием мирян и старщиков. Ужас! Мы дорогой везли 1300 километров одного. Он в свечении скорясь, а я, говорит, венчал его на на Россию, на царство. Я говорю, бедный Путин спит и не знает, что император уже венчанный. И мы их везли. Ничего не знают. Я говорю, посчитайте, как уголат написан. Листал, листал где-то там среди книг царств. Не мог найти. Библия лежит. Я сижу сзади, А впереди Николай сидит, Крущина и Витя. Библию ему дали. Я говорю, а где находится? А что вы над моим мужем издеваетесь? Что он не знает? Что это Библия? Только Библия вам, Библия, как баптисты. Там она поднялась. А им тут нельзя никак. Мы их везем бесплатно. Поэтому не очень тут было. Он считает, а там оглавление дается на Ветхий Завет. Так в Библии нет этого. Я говорю, это на Ветхий Завет оглавление. А там дальше на Новый Завет будет. Он не знает. Ужас. Вот он, вот Рахславик. И какой приятный. Как вспоминает директор средней школы номер 4, Чебаркуль, Славик Крашененников был обычным учеником и ничем не отличался от своих сверстников. А мать там ангел являлся, водил, говорил. И он предсказывал там, кому хотел. Ничего этого не было. Не было. Когда мы только снимали второй фильм, был у меня в гостях во Владимире некий Александр из Челябинска, представившийся одним из модераторов, который, невзирая на данное мне честное слово, нарушил его без всякого смущения буквально через неделю. Он знает, о чем я говорю. Тогда я впервые подумал о том, что на лжи нельзя строить спасение. Теперь я понимаю, что у модераторов данного сайта это в крови. Сплошные подлоги, вывернутые статьи, сплошная хвала идолищу Славика. Вот куда пришло все. Он все рассказал и отпророчествовал. И неважно, что многое из этого даже не планировало сбыться. Явный промах Валентины Афанасьевны, матери, вначале еще не подкованный непродажами настоящими попами. И неважно, что другая половина тщательно подогнана этими же непродажами настоящими попами. Ясно, одно ни к чему считать святых отцов. Матушка Валентина все уже отблаговестила. Теперь назад-то смотрят, первую-то книгу издали, Славики и пророчества. Ну, явно, что ничего этого нету, и ничего это не сбылось и не сбудется. Они тогда ее дало, а теперь другую пишут. Ну, их можно сравнить. Первый-то экземпляр тоже есть. Вот у меня первый экземпляр для Слова Божия нет, УЗ. Они от слова в слово отпечатаны. Ну, а он был поменьше. Я добавил туда новые, там, благодарности, что-то. Ездили в клочки. Статья была, я не знаю, в Известиях или где, Кочевников. То есть, Тепляхов Сергей написал. Ну, подогнал, чтобы одинаково было. 752 страницы. Новые материалы. Втирайте земельку. А с могилы берут себе на болячки. Втирать надо. Хрустите камушками. И будет вам спасение гарантированное. Мы не думали, что запустим такую карусель с исцелениями благодатной помощью. А люди прут и прут. И многие исцеляются, в кавычках. О том, что эти исцеления походят на католическое, сектантское, слова нету. Это же Славочкины. Это другое. При мне семья собиралась на могилку. Трое детей. Православные. Никто не болел. Ни духовно, ни физически. Отовсюду едут и едут. Вот теперь его икона. Через несколько лет после смерти своего сына... Слава Иисусу Христу! Татьяна Кузьминищина Капустина по согласию сбудет, просил в 6 часов узнать, все ли у меня хорошо. Через несколько лет после смерти своего сына Валентина Афанасьевна Крашенинникова, объявила Славика святым отроком и активно занялась пропагандой его религиозного почитания. Съездили, поклонились матушке, в кавычках, полили водичку, получили камешки и стали у старшей девочки происходить припадки. Бесам не нравится, что к отроку съездили и тут же поставили диагноз Славика Веры. Но я-то знаю эту симу, через некоторое время припадки начались у младшей сестренки. Матери, совершенно здоровые ездили. У матери их крыша вообще поехала на Славушке. Так и ездят. Вот так бесы и увели от церкви. Еще бы, она же продажным патриархом управляется, продажными попами. И привели к идолу. Работа выполнена лукавыми блестяще. И если бы это был один случай, ну дьявол-то он трудится, это подмена, выдает себя за ангела света, он не с рогами является, не с копытами. Отец Андрей, на мой вопрос, почему мы не тратим денег на издание жития Кирилла Иерусалимского, там Мефодия Потарского, а собираемся издать на 600 листов книгу о 11-летнем мальчике? Отвечал так, людям сейчас неинтересно считать о ком-то некогда. Да и вроде старое уже, а тут типа современник, и они как бы участники этих времен. Это гораздо интереснее, это захватывает. К сожалению, он прав. Будучи, как и многие из славиковцев, захвачен духом прославления отрока, я думал, что и сам являюсь частью истории. Как же? Три восхитительных знака. Только мы, немногие, можем видеть святость отрока, чувствовать его пророчество, видеть будущее на их основах и предостерегать неведающих. Все остальные слепы, глупцы, все остальные не понимают, а мы-то осененные духом. Отрок открыл нам глаза. Прискорбно видеть адептов отрока, сообщество которых возводит его выше всех и вся, к сожалению, в подавляющем своем большинстве, поведение онных все более напоминает поведение сектантов. Идол есть, и более ничего не надо. Отрок все сказал, все пророчествовал, все провозвестил, всех вылечил, всех утешил. Толците и отверзется вам. Лука 11,9 призывает Господь. Но, к сожалению, для поклонников отрока, видимо, это не надобно. Отрок уже все сказал. Ох, жаль. Я многое бы мог рассказать о том, как делался этот проект, и сколько откровенных заблуждений и нечаянных ересей он содержит, не буду. Скажу одно, будьте бдительны. Не дайте себя обмануть. Считайте святых отцов, неновомодных младостарцев-современников, кумиров Добыщинского, Третьего Рима, погрязших в заблуждениях и собственных незаменимостях, которых так любят славиковцы, а воистину святых отцов писание чтите, и тогда многое станет ясно. Это мать. С жезлом уже. Это почитатели. Валентина Афанасьевна, Крашенинникова, на фото слева, вот в красном. Фактически руководит сектой почитателей святого Славика. Да бы вы не думали, что я троллю, или пишу это по заказу, скажу вам, что я не принадлежу к лону РПЦ. Я порочить отрок, у меня нет ни желания, ни интереса. Это не РПЦшная рука, и не масонская. Пишу я это с одной целью, и спросить прощения у тех, кто отроком затмил у себя все святоотеческое учение. Простите меня. Галина Влеська Симон Хорольский говорит о своем призвании славить Господа Иисуса Христа своим творчеством. Музыкальные произведения творит сам, в основном на стихи из Библии, либо свои, либо протестантские. Передает свое приветствие братьям-славянам, корни с Украины. Так и говорит из Ванкувера, США, ему 26 лет. Женя, жена Ксения, трое деток. Что интересно, вот какая бы ересь не возникла, корнями где-то касается Украины. Вот пристанищем всякой нечистой птицы сделались. В соцсетях работает с 216-го. В моем мире его нет. А в одноклассниках активные комментарии харизматических поклонниц. Протестантское воспитание. Любит Библию, бороду. Жена одета и выглядит по-славянски, но голова без платка. Сыночки при поясках. А деньги просят за труды после каждого ролика. Он пропел, и дайте денег. Молодые многие работают в соцсетях. А работодатели нанимают пенсионеров. Нива хороша для вас, Игнатий Тихонович. Искренне верующий христианин Симон Харольский. Чую, как бы все это устроить. Соединить два сердца любящих Иисуса Христа и Библию. Галина. Я ей пишу, думаю, что несоединимо. Он не православный, а значит и вне церкви, а значит и полновесный еретик. Работать такого своими руками не заставишь. С таких лет попрошайничать дело непохвальное и постыдное. Первое Коринфянам 4.12. Павел говорит, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим. Ефесянам 4.28. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись. Делая своими руками полезное. Своими руками полезное. Своими руками полезное. Чтобы было еще выделять нуждающемуся. Первое Коринфянам 4.11. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками. Своими собственными руками. Работать своими собственными руками, а не ногами бродить. Как мы заповедовали вам. Разве он это не знал, не слышал? Работая своими руками, делая своими руками полезное, работая своими собственными руками. Он уже привык бродить по местам малопроходимым. Апостолы все работали и делали дело Божие. От этих его песенок никто не сможет стать настоящим христианином. Пой при работе. Но он уже не пойдет на это. Ему нужна супер реклама собственной персоны. Пел и апостол в тюрьме, но этого и туда не затянешь. Давид писал псалмы и не бродил, а где-то в пещере сидел от врага. Пересчитайте вот этот отрывок и скажите, про кого это сказано. От кого нужно удаляться. И что это за работа бродить с роялем по берегу океана и не идти на работу. Наш батюшка не просыхает от пота. Да и все наши. Это бездельник иудейский, еретик беспокаянный. На своих знакомых певичек надеть платок не суметь. И дальше я ему считаю. Второе в соценикистам 3.6. Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, от обещанники. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночи и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам все, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся, то есть по горам ходят. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слово наше всем послании, то вы имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Это прямо относится к нему. Изучение священноописания по скайпу, по святым отцам. Я дальше говорю, откровение 8 глава, это вчера занятия были. Вы считали условия наши? Так как переводите деньги, и ничего из впереди стоящего мы не обговорили, так не делается вот это сегодняшнее. Ни адреса вашего, никто вы, ни фоток, витка нет. Ну вот. Показать еще наши ресурсы надо. Так, Володя, подойди сюда, возьми-ка у меня аппарат. Вот я покажу, это ресурс наш, мой мир, Mail.ru. Так, тут писать, есть другая у нас страничка, Mail.ru тоже, где я с голубем стою. О, не надо, там просто копия снимается. И форум, вот наш форум. Форум называется православный тоже, вот он, во свете Библии, православный форум. Я указываю каждому. И вот наш православный видеоканал, открытым оком, во свете Библии. И во свете Библии православный библейский сайт, очень богатый. Вот сегодня, вот покажи, книги отправляем. Отправили мы в Израиль. Так, подождите. Вот сегодня она просит новое, что для слова Божия нет уз. Каждая книга 752 страницы. Вот она как, покажу со всех сторон. Ламинированная книга. В Барнауле не издают таких. Это в Горном Алтае. Такую типографию нашли, блестящую. Вот она, для слова Божия нет уз. Видите, какие капталы, какое округление. Вот это тоже второе издание у меня. К истину православия. Вот эта женщина сейчас, она подмосковный город. Там Димитров какой-то, я не знаю. Она получается. Видите, как издано. Вот этот материал я потратил почти 40 лет. По крупицам собирал материал. В Америке получили, как у нас так не издают. Вот содержание. Пока посмотри обе страницы. Потихоньку проведи. Какие темы. Темы отвечаются, что об этом говорит Библия. Что говорят святые отцы. Что говорят жития святых и каноны церкви. Могу сказать, такой книги больше нигде нет. И вот Новый Завет. Вот в таком виде. Новый Завет. Три тома. По 752 странице. Полное толкование с откровением. Вот я даже покажу. И какие закладки света российского флага. Здесь 240 иллюстраций Гестава Доре. Вот как она выглядит. С закладками. Вот закладка. Все как есть. Только там. 240 иллюстраций. Раскрашены впервые. Лучший иллюстратор Библии. Гестав Доре. Это самое лучшее издание. Кроме того. Какие места Библии. Евангелие нужно выделить. Они выделяются. Обратите внимание. На чтение. Чтобы Библию и на проповедь. На благовестие. Сейчас я покажу. Как это делается. Ну. Вот оно видно. Крупным шрифтом. Жирным. И 297. Здесь моих комментариев. Где я добавляю из других святых отцов. Об этом же. Блаженного Феофилакта. Блаженного Феофилакта. Ну и вот. Показали. Смотрите. Вот какая раскраска. Сколько у нас красили. И с какой точностью. Сколько здесь цветов. Это лучший иллюстратор Библии. 240 картин. Притом. Картины. Полный лист. Без обреза. Чтобы больше сделать. Смотрите. Сегодня уже посылают. Вчера отослали. Сегодня. В Америку. Проще. Ну это все к концу идет близко. Некоторых книг уже нет. Нету уже первый том. Нету. Нету книги стихов. Ну и другие уменьшены. У меня исчезли где-то по 150 экземпляров. 29-30 том. Они ближе всего хранились на складе. Или кто-то похитил. Или чего. Все проискал. Ни у кого нигде нету. Конечно печально. Но ничего не сделаешь. Книги я больше не издаю. Вот на этом у нас все. Подойти туда напротив. Надо показать. На этом нажать.